Девушки отдыхают Игорь Моисеев Народный артист Советского Союза Лауреат Ленинской премии Герой социалистического труда Кавалер 10 отечественных и 18 зарубежных орденов Лауреат 6 почетных отечественных званий 8-кратный лауреат Государственной премии России 2-кратный лауреат элитных международных премий Почетный член 10 отечественных и международных академий Век Понятие огромное и трудно охватываемое человеком Но гораздо больше для меня понятия Игорь Александрович Моисеев Человек, который практически впервые в мире Открыл и создал театр танца Когда мы сейчас встречаемся С понятием театр танца То думается мне, что все-таки Применить это возможно по праву Только к одному человеку К Игорю Моисееву Созданный из ничего Из, будем так говорить Из любви К народному танцу И из таланта Игоря Александровича Ансамбль Моисеевский Смог рассказать О совершенно разных культурах А когда вспоминается Лева Голованов Танцующий со своим партнером Этот танец гаучо Оказывается, совсем немного надо Как говорил Владимир Иванович Моисеев Данченко Выйдет на сцену два актера Постелит коврик И начнется волшебство театра Браво! Можно говорить о невероятных маршрутах Этого коллектива Наверное, многократно Опоясывших земной шар по экватору Но все-таки дело не в этом Дело в живущей В Игоре Моисееве Любви Влюбленности В искусство танца Огромное спасибо вам Игорь Александрович За этот ваш талант Все танцы в репертуаре Ансамбля А их свыше трехсот Поставлены Игорем Моисеевым Арагонская хота Субтитры создавал DimaTorzok Очень много равнодушных моментов. Допустим, каждый ключ, который завершает фразу, и все. Ключи надо было говорить, понимаете? Раз, два, три, четыре. Нет, у половины народа есть ямпана, и все. Вот ямпан, 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 ямпан. Вот эти фразы, давай, ямпан, 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 ямпан. Так, внимание. Есть. Из книги Игоря Моисеева. В детстве, как всякий мальчишка, я больше тянулся к отцу, Александру Михайловичу Моисееву. Он был широко образован, но от искусства далек. Поэтому какой-то творческой жилкой я обязан матери, Анне Александровне Грен. Она была необычайно талантлива. Все, что угодно было в ее власти. Отец посоветовал мне выбрать такое занятие в жизни, которое оберегало бы меня от социальных катаклизмов, и предложил поступить в студию бывшей балерины Большого театра Веры Масаловой. Урок стоил десять рублей и два полена. Через три месяца занятий Вера Ильинична взяла меня за руку и отвела в школу Большого театра. Я понял, что попал в свою стихию. В восемнадцать лет я был зачислен в труппу. Стихи балета навсегда остались в жизни Игоря Моисеева. Не случайно именно он возглавил оргкомитет первого московского международного конкурса артистов балета, председателем жюри которого была Галина Уланова. Из книги Игоря Моисеева. «В театре хорошо знали о моем интересе к народному танцу, но на предложение организовать студию в театре отвечали, что я хочу превратить Большой в пивную». В тридцатые годы Моисеев, как режиссер, ставил грандиозные театрализованные физкультурные парады вроде «Есть ли завтра война» с собаками, нарушителями границ и доблестными пограничниками. Моисеев обращается к Молотову с предложением организовать ансамбль народного танца. Молотов поставил на письме резолюцию. Предложение хорошее – поручить автору его реализовать. «Мы отсчитываем свое существование со дня первой репетиции ансамбля, которая произошла 10 февраля 1937 года. Он сам начинался скромно – всего 35 человек. Но это было то ядро, то зерно, из которого вырос и расцвел большой коллектив, ныне известный не только во всей нашей стране, но и во многих-многих странах мира. Трудности нас встречали на каждом шагу, но все они сокрушались перед всепобеждающим фанатическим энтузиазмом всех наших артистов. Я вспоминаю, что начинали мы работу, не имея помещения, приходилось снимать помещение в клубах, откуда нас очень быстро изгоняли, потому что за нами утвердилась слава сокрушителей паркета». Полы в обоих репетиционных залах ансамбля в концертном зале имени Чайковского приходится менять раз в несколько лет. Выщербленные сотнями каблуков в течение тысяч репетиционных часов они по-прежнему не выдерживают. «А самое главное – резкий, чтобы значительно это было. Внимание!» Большинство первых артистов пришло из самодеятельности. Из профессионалов пришли считанные единицы. Перед Моисеевым стояла непростая задача – академиков растанцевать, самодеятельность образовать. Из книги Игоря Моисеева. «Передо мной стояли одни вопросы – ни опыта, ни традиций. Все предстояло создавать впервые. Сынические формы, почерк буллетмейстера. Все учат все. Вот принцип первых лет. Начали с танцев, которые были хорошо всем известны. Так родилась программа «Танцы народов СССР», которую запечатлела кинохроника 1937 года. «Танцы народов СССР», «Танцы народов СССР» Конечный результат усилий первых лет. Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца. Первый в мире метод сценической интерпретации фольклора. Первый в мире театр народного танца, в котором собраны миниатюры, картины, сюиты спектаклей. Непременные указания Моисеева танцовщикам. Танцевать надо легко, свободно, чтобы не видно было пота, тяжелого дыхания. Достичь этого можно только непрерывной и упорной работой. Румынский танец Бреул. Румынский танцовщик Если подходить к нашей теме ансамбля народного танца протокольно, то есть фиксировать и показывать лишь те народные танцы, которые исторически сложились в народе, то мы бы уже давно могли бы считать свою деятельность законченной. Но я стараюсь понимать это значительно ширею. Я убедился, что фольклор недостаточно любить, недостаточно им любоваться, недостаточно его изучать, недостаточно его пропагандировать. Фольклор надо развивать. Если мы будем только фиксировать исторически сложившийся фольклор, мы неизбежно уйдем в прошлое, мы превратимся в музык. Народный танец непосредственно связан с жизнью. Например, тарантелла. Танец обязан названием тарантулу. Яд от его укуса можно изгнать вместе с потом. И в старину народные знахари составляли больного кружиться до изнеможения и потеть. Отсюда бешеный ритм тарантеллы. Я стремлюсь отобразить характер народа, в его танцах лаконичными и убедительными средствами. Из большого количества материала создаю один вариант, в который входят типичные элементы, все мелкое стараясь отбросить. Постигая характер народа не только из его танцев, но и из истории, традиций и обычаев, подчеркиваю характерные детали. Это работа портретиста. Отбрасывая незначительное, подчеркивать главное. Калмыцкий танец. Цыганский танец. Калмыцкий танец. Калмыцкий танец. Калмыцкий танец. Начиная с 1945 года, ансамбль объехал весь мир, и везде моисеевцев встречали ликование и братание. На остановках простые люди протягивали в окна цветы, немудрящие сувениры, протискивались поближе, чтобы просто потрогать советских. В Румынии, в Центральном кинотеатре, зрители сидели на бортах лож. В Чехословакии каждый номер повторяли по два-три раза, а в финале публика не хотела расходиться даже после четырех бесов. В Сараево ансамбль едва вышел из поезда, как люди стали бросать под ноги танцовщикам розы, так по ковру из роз они и прошли в театр. В 1955 году моисеевцы были первыми советскими артистами, выступившими на Западе, в Париже. В Соединенных Штатах Америки в 1958-м ансамбль снова был первым советским коллективом, который растопил лед холодной войны. Американцы ночами стояли в очереди за билетами, спали на картонках прямо на асфальте, лишь бы попасть на концерт. Первая рецензия. Если эти русские так танцуют, как же они воюют? За билет на концерт ансамбля студент Стэнфордского университета был готов пройти на руках весь Манхэттен, лизнуть раскаленный утюг и отдать коллекцию марок, которую собирал пять лет. Даже малая часть кинохроники дает представление о протяженности гастрольных маршрутов ансамбля. Это Япония. Мы в большей степени довольны и японской публикой, и японскими театрами. Они всегда полны. Публика очень благожелательна. И мы даже удивлены, как они понимают все тонкости и особенности нашего искусства. Причем реагирует так же, как и наша советская публика, на юмор и на все, так сказать, оттенки нашего репертуара. А эти кадры сняты во время поездки в Индию. Мы были уже во многих городах, но особенно нам запомнился Мадрас. Я привык уже к всяким торжественным встречам, но встреча с конной гвардией и с лепестками роз, которые устала на нашу дорогу, это действительно сказочная встреча. И, конечно же, города России, в том числе самые отдаленные уголки, они всегда стояли в графике гастрольных поездок ансамбля. В Братске мы впервые, но в таких отдаленных областях мы далеко не впервые. В прошлом году мы были в Алмазном городе Мирный. В свое время мы были и на Камчатке, и в Норильске. Короче говоря... А что север осваиваете? Да, не только север. Мы отдаленные точки нашей республики. Но стараемся обязательно охватить, потому что это во всех отношениях интересно. Прежде всего, это интересно зрителям, которые не избалованы высококвалифицированными зрелищами. И нам доставляет большое удовольствие попадать на эту девственную почву и видеть ту, почти что детскую реакцию зрителей, которые с восторгом нас принимают. Мне кажется, что это имя Игорь Моисеев сродни таким понятиям, как Красная площадь, Кремль. Конечно, заслуги его потрясающие перед культурой России, перед искусством танца. Характерные танцы, народно-характерные танцы были и в классических балетах. Но это было очень опосредованное использование народной хореографии. И все это основывалось, в общем-то, на классике. Я должен сказать, что хореография Игоря Александровича Моисеева, она тоже основана на классическом танце, на классической основе. Но он сделал ее самоценной. Фрагмент одного из красивейших танцев ансамбля, мексиканского. Моисеев. Он сделал программы, которые от начала до конца состоят из народно-сценических танцев. И эти программы настолько разнообразны, что зрители всех стран мира с восторгом нанимают. И это действительно, вот уж действительно искусство без границ и искусство, понятное без слов, в любом уголке страны. И то, что он занялся народным танцем, это сделало его, как хореографу, в общем-то, практически неуязвимым. Потому что источник настолько богат. И Моисеев был первым, который понял это богатство и использовал его во всем мире. Так что люди балету преклоняются перед ним, как хореографом и сочинителем танцев, великим хореографом. Из высказываний Игоря Моисеева на репетициях. Движения должны быть скупыми, но сочными и яркими. В танце важно правильно расставить знаки припинания, чтобы речь была логически четкой, развивала мысль образно и ярко, не прерываясь, плавно и стремительно. Прелесть народных движений в том, что они часто очень сложны по координации. Однако сами танцоры из народа этой сложности просто не замечают. Главное для них отдаться игре, полнее выразить чувство, живое движение души. Постоянная реплика. Вас так хорошо принимают, а вы так плохо танцуете. Аргентинский танец «Маламбо». Аргентинский танец «Маламбо». Наши артисты балета умеют наполнить каждое движение содержанием и чувством. Выразить то внутреннее состояние исполнителя, которое оправдывает то движение, которое он делает. Движение в русском балете никогда не имело самодавляющей чисто внешне декоративного значения. Она всегда была связана с тем кругом чувств, которые хотел выразить артист. «Моисеев о танцовщиках. Никогда не называю фамилии своих танцовщиков. Выделишь одного, обидятся сотни других. Ансамбль, значит вместе. У нас нет солистов и кардебалета. Все делают все. Солисты? Да я выгоню любого, кто посмеет так заявить о себе. Вся моя жизнь посвящена моим артистам. Надеюсь, им не в чем меня упрекнуть». «Мы один большой коллектив. И все как бы пытаемся донести до зрителя все постановки Игоря Саныча. Стараемся быть дружными все вместе, помогая друг другу в трудные минуты, наверное». «Я, слава Богу, застала те времена, когда он постоянно был на репетициях. Сейчас он, к сожалению, уже не может так часто побывать на репетициях. Он еще ставил номера, репетировал. Его качество, ну, терпение, наверное, строгие-строгие. Все его бояли, все, безусловно, очень его присутствие на репетициях очень всех волновало». «Вы же двигаетесь, как мертвые, совершенно. Все быстро же. Молодые вы, кажется, или нет?» «В моей жизни, Игорь Саныч, это и отец, и мать, и брат, и сестра. Все в одном целом. За столько лет проработавший рядом с ним, с утра до вечера я бывал всегда с ним вместе рядом. То есть все мы артисты с ним рядом. Ну, это все, это вся моя жизнь». Моисеева любят не только его артистов. Весь цвет художественной общественности обычно собирается поздравить его с юбилеем. На чествование Игоря Александровича Моисеева пришли поклонники его таланта. Здесь и знаменитый МХАТ. Народный артист СССР Михаил Ульянов. Народный артист СССР Владимир Васильев. Сегодня мне особенно трудно найти те слова, которые были бы равноценны тем чувствам, которые вы дали мне сегодня испытать. И я хочу пожелать себе жить до тех пор, пока я в состоянии буду творить, и творить до тех пор, пока я в состоянии буду жить. Большое спасибо. Сегодня наш ансамбль востребован. Его номера, которые были поставлены в 40-е, в 50-е годы, они принимаются на всех площадках мира потрясающе. Везде люди получают огромное удовольствие и выходят помолодевшими и счастливыми. Моисеев человек с очень тонким чувством юмора. Вы знаете, когда с ним общаешься, вот в последнее время мне приходится очень много общаться. Естественно, не просто как танцовщица раньше и не как директора, а просто как с человеком. Это близкий самый человек. Ни одной фразы без юмора у него не происходит. Каждая фраза – это какой-то юмор. Когда он даже сейчас приходит на репетицию, когда он просто встречает, ну, наш старшее поколение, он обязательно что-нибудь скажет, и в этом есть обязательно доля юмора. Даже в партизанах суровые фрески, посвященные народному героизму Великой Отечественной войне, нашлось место улыбки во славу народной смекалки. Великой Отечественной войне Лучше него никто не может понять, что нужно сделать. И, конечно, воспитал себе помощников, потому что все ассистенты, которые сегодня работают с артистами, это все бывшие танцовщики, ведущие, это все люди, которые также пришли в ансамбль, будучи подростками, и прошли всю жизнь с Игорем Александровичем. И вместе сразу начнем. Приготовили новую. Неужели вы не видите, что ты далеко стоишь, а ты блин? Жень, ты близко очень стоишь к тебе. Я все время так стою. Пожалуйста, Саша, пожалуйста. Основа всех моисеевских танцев – это, конечно, безукоризненное исполнение, это музыкальность. И потом надо учесть о том, что гениальная режиссура всех моисеевских танцев, то есть нет ни одного пустого номера, который бы не нес какую-то смысловую основу. Нет просто танца ради танцев. Поэтому вот всегда говорят о том, что Игорь Александрович – потрясающий постановщик танцев. Это потрясающий режиссер, человек, который и помимо малых форм, он делает очень крупные формы. Слава лучшего постановщика официальных парадов преследовала Моисеева десятки лет. Действительно, никто, кроме него, не мог так ярко, реалистически четко показать мощь советского государства на примере действия днепрогессовских турбин. Фрагмент одного из концертов, поставленного Моисеевым по случаю государственного праздника. Моисеевым по случаю. Вступать в партию Моисеева приглашали 18 раз. Кончилось тем, что партийцы махнули на него рукой, сказав, он хоть и не наш, но полезнее всякого партийца. Потому что танцы цикла «Советские картинки» представляли историю СССР куда нагляднее скучных учебников. Но самое главное – зарубежные гастроли ансамбля сорвали пресловутый «Железный занавес». «Железный занавес» «Железный занавес» Основу уникальной моисейской хореографии – плея. По балетной терминологии плея – всего лишь приседания на одной или двух ногах, дающие толчок прыжку. Плея для Моисеева – принципиальный танцевальный прием, основа. Плея – первое слово, которое слышат ученики в школе-студии при ансамбле «Будущие моисеевцы». От него отчаянно болят мышцы, взбивается дыхание, но именно плее придает танцевальному движению масштаб и красоту. Чем ниже плее, тем шире шаг. Чем выше свободная нога, тем стремительнее передвижение по сцене. Плее ниже, а ногу выше – любимое выражение Моисеева. И как знать, если бы не Моисеевское плее, смог бы ансамбль столь блистательно завоевать весь мир. Моисеевское плее Из высказываний Игоря Моисеева «Я ни о чем не жалею. Я прожил жизнь правильно и честно, и всегда добивался поставленной цели. Мои отношения с жизнью строятся просто. Неудачи огорчают меня, но их преодоление радует сильнее. У меня свой рецепт от неудач. Никогда не восхищаться тем, что делаешь. Успокоишься – пропало дело. Творческая жизнь – утомительная вещь. Работа в тебе круглые сутки – тут и совесть, и собственные требования, и понимание того, что нужно, а не дается. Всю жизнь я старался жить и работать по принципу лао-дзы – созидай, но не обладай. Трудись, не ища выгоды. Добивайся цели, но не гордись. Я очень прошу, не только чтобы мы от вас требовали, а сами от себя требуйте. Придирайтесь каждой мелочью. И не считайте за пределами, когда вас поправляют. Потому что хочется оставить след в истории такой, за который не будет стыдно. Все ясно? Вот об этом думайте. Дорогой Игорь Александрович, прежде всего хочу поздравить вас от всей души с вашим днем рождения. Это не только ваш личный праздник. Это праздник всеобщий, праздник всей страны и не только России. Потому что то, что вы создали – явление совершенно необыкновенное, уникальное. Танцы мира вашего ансамбля, в них, мне кажется, помимо потрясающего мастерства, с которым танцоры танцуют и осуществляют ваши идеи, есть глобальная идея созидания, соединения людей. Всю свою жизнь вы созидали. Созидали новое, не боясь, идя вперед, не обращая внимания на трудности жизни. То, что сегодня мы празднуем ваше столетие, это говорит не только о вашем замечательном здоровье, но это и говорит о том, что вы умудрились достойно пережить очень многие трагедии, несчастья. И поэтому вам дано было наслаждаться жизнью такое количество времени. Вы – пример огромный для нас, для всех. А пример – очень часто красноречивие проповеди. Я желаю вам долгого еще здоровья, счастья и творчества. И уверен, что вы подарите нам всем еще очень много незабываемых минут радости, счастья и гордости за нашу страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok